доброго здоровьица и некоторые говорят поехали другие говорят погнали третье зачнем ну а мы с вами говорим начнем канал мой канал во главе со мной занимается естественно консультациями по естественному оздоровлению по здоровому образу жизни что примерно одно и то же то есть я за это никаких денег не беру тем более когда люди занимаются серьезно что-то делают но естественно у них не совсем получается то что хотелось бы хотелось бы одно а почему то получается другое не напишет но первое что и 50 лет да здравствуйте петрович меня четыре месяца мучает проблема с задним проходом геморрой и трещина это возьмем так ноябрь октябрь сентябрь и август свечи мази дает только временное облегчение попробовала применять упаренную урину в виде тампона на дни сутки после чего ситуация сильно обострилась упаренная урина она хорошо действует против трещин против свящей но что касается геморроя который возникает вследствие сухости организма сухость организма в первую очередь сухость организма но не нормальная работа печени то есть так называемая портальная гипертония упаренная урина добавляя сухости в организм еще может усугублять проблемы с геморроем а в некоторых случаях может и нормально помогать но в данном случае она усугубила ситуация сильно обострилась ага а вот теперь начнем с самого начала далее все началось с того что я практиковала 42 дня без еды сначала семь дней без воды то есть семь дней без воды сильно подсушили организм вот все началось с того то есть человек был здоров все будет нормально у женщина уже 50 лет и вот она решила неизвестно почему чего значит сделать вот такую практику не знаю она тут не сообщает значит сначала семь дней без воды семь дней без воды как раз они хорошенько подсушивают организм далее затем на свежих соках то есть это пошла вот сначала был семидневный сухой голод а затем пошло пошла диета на свежевыжатых соках и далее как как-то не говорится и значит именно после этих дней и где-то на выходе или уже когда применялись эти свежие соки возник геморрой возникла трещина что может быть когда в организм организм подсушен вот не поступает на пища смысле свежевыжатые соки вот так вот они не дают массу для каловых для кала то есть организму вернее толстому кишечнику не за что уцепиться чтобы это все вывести и в результате возникает плотные массы довольно таки плотные они там находятся то есть возможно вот не знаю она делала клизм или нет возможно там вот начался как бы сказать своеобразный запор с высыханием стула потому что когда ничего нет а желчь выделяется именно желчь попадая в толстый кишечник вот в прямую кишку она обезбоживается и образует такие знаете вот плотные камнеподобные массы которые очень трудно вообще вот нормально вывести из организма то есть надо для того чтобы вывести там надо дуться или еще что-то а как только мы начинаем дуться что возникает возникает от чрезмерного напряжения геморрой когда этот еще спекшийся кусок дерьма проходит он может даже быть с острыми там краями ну по всякому короче он проходит по по прямой кишке и ее расширяет то есть вот что чтобы вы как бы понимали вот вот значит толстый кишечник он примерно имеет вот такую вот толщину и как раз там где ампула прямой кишки она там может вот расширяться то есть вот кал скапливается в этой ампуле там допустим ну так вот я уже вам показываю на руках и она вот тут все заполняется а задний проход естественно он вот такой но он может расширяться и вот для того чтобы вот это вот в ампуле спекшиеся вот это вот каловая масса такая вот обезвожена прошла естественно это создать большое давление создавая большое давление что мы способствуем тем что начинает влазить геморрой надулся надулся вот моя мама говорила аж попа луковицей лезет от того что человек напрягается вот дуется чтобы вот это вот все выбросить плюс проходя значит вот при во время расширения это стул то должен у нас быть знаете пастообразный то есть вот вот примерно вот вот тут я точно вам скажу вот он должен примерно как колбаска быть где-то вот такой чуть там толще и консистенция мягкость то есть то есть он принимает как бы сказать форму ту которая имеется в толстом кишечнике потом немножечко расширяется анус это все так знаете мягко со смазочкой без всякой сухости только раз вышло только бум и упало все то есть вот это как раз нормальный стул а тут когда у нас вот эти вот обезвоживания идут все это там запеклось высохло то есть человек применяя вот это все он не понял а что у него происходит в организме не знаю может что там для какой-нибудь духовного совершенствования еще чего-то или еще чего-то человек думает там или просто оздоровится но в результате не понимая что у него происходит внутри организма в тесности в толстом кишечнике он и получает вот такие вещи то есть в течение вот этих 42 дней он скопил значит плотную каловую массу которая образовалась в основном от желчьи отделения потому что желчьи отделения идет всегда голодает человек не голодает сухое голодание там не сухое голодание желчь отделяется если вначале там делали склизмы все это значит повыделялось и руда разного рода а потом уже потом уже вот начинает вот так вот из желчи образовывается каловая масса то есть они как пластилин вот так вот они знаете сжимается и этот пластилин превращается уже в замазку замазка высыхает прямой кишки ее надо выдавить ну я уже повторяюсь для этого напряжение естественно во время напряжения значит все это расширяется тут и геморрой вылазит от напряжения дуется все потому что она вообще не приспособлена для того чтобы чрезмерно все там напряжение какое-то было создавалось давление которое вот так и влияет на прямо кишечные вены естественно стенки при расширении вот эти твердые массы могут их ранить что и произошло а в домах еще почему произошло вот эта вся область где идет именно еще почему прямой кишке происходят вот эти вот процессы обезвоживания то есть там естественно должна сформироваться вот эта каловая масса оформится нормальный стул поэтому там всасывается вода и как бы сказать воссоздается своеобразная сухость из-за этого если она чрезмерно окружающие ткани вообще допустим та же стенка кишечника окружающиеся ткани заднего прохода они должны быть эластичными но в результате всего этого процесса когда он длится вот так вот семь дней без воды потом там все это значит в итоге 42 дня то есть сами ткани становятся сухими они теряют эластичность вместо того чтобы растягиваться они начинают трескаться что мы и наблюдаем вот это я рассказал чтобы вы правильно понимали механизм всего вот этого неправильного действия и особенно это наблюдается на выходе когда человек вот это все провел и он даже может получить хорошее оздоровление результаты все это но начинается выход грубо говоря первая вторая неделя вот это вот сухость может нарастать и пошло на первую вторую третью а то и четвертую неделю вот такие вот неприятные вещи посмотрите если хотите капитально изучить вопросы оздоровления как я лично провел голодание 27 дневно с эдуардом как я руководил выходом и самим голоданием и выходом для того чтобы не было никаких таких вот последствий это знаете вот как бы сказать классика оздоровление практика одно дело я написал книги рассказал он там теорию как вот 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 сейчас я грубо говоря что-то там сказал бы тара тата тата а другое дело на практике провести человека и подтвердить свою квалификацию так что посоветуйте я пока рассказал только о механизмах почему возник геморрой и трещина да значит что посоветуйте сейчас немножечко так при осмотре врач сильно увеличила трещину то есть вставляет этот как когда эндоскоп и так далее свечи мази и так далее свечи мази и так далее свечи мази они действуют локально на вот эту область и естественно как говорится время на облегчение дают а нам надо облегчение так сказать нам надо не облегчение нам надо выздоровление но почитаем на что увеличила трещина что посоветовали кишечник печень и кишечник чищу все не печень мы тут теперь не чистим не кишечник все это должно было очиститься за вот эти 42 дня то есть ни печень и кишечник после вот этих того что получилось чистить не надо они только вот эти все чистки особенно клизмы будут влиять отрицательно ставила пиво а чё а чё пьялки ну чё пьялки человек должен понимать я поставлю пьялки для чего поставить пьялки для того чтобы разжижить кровь да ну хорошо кровь разжижили и вроде бы думается что пьялки за счет разжижения крови как бы сказать кровь лучше будет циркулируется по прямо кишечным там венам артериям тара тата и это все может убрать геморрой ну это чисто теоретически но что у нас произошло мне 50 лет 50 лет организм уже у меня есть очень хорошая картиночка которую я чтобы посмотрели вот так вот смотрите насколько организм теряет воду эмбрион 90 процентов а вот взрослые люди уже имеют 70 65 процентов а пожилые это как раз вот наш возраст 50 лет они уже имеют 55 процентов воды то есть уже организм сухой применение вот этих всех мероприятий которые еще подсушивают организм просто-напросто за счет только вот этого вроде как процедура оздоравливающая но она повлияла что ткани высохли и вот пишет пожалуйста помогите вам верю врачи рекомендуют только операцию только операцию и знаете вот в таких случаях вот если какой-то другой случай другой случай то возможно эта операция и ну будем говорить и дала положительный эффект но опять таки вот смотрите рассуждаем дальше операция то есть мы имеем с вами уже следствие от причин которые я вам перечислял такие-сякие значит то есть это сухо с организма ну ладно значит что там они там вырезают геморрой там и ушивают ну теоретически они думают что этого достаточно и это может даже сработать я не буду отрицать и это в некоторых случаях сработает но допустим в нашем случае в нашем случае как была сухость так она и осталась то искал может продолжать сохнуть и в видео таких вот каменюк кирпичей вываливается при этом надо опять таки тужится при этом надо вот этого все идет расширение при этом все будут рваться все эти там швы и и мы так далее возможно там вот какая-то там диета и так далее еще что-то вот но причины то не устранены эти причины могут опять с вероятностью процентов наверное 80 90 вот это все опять повторить а то еще усугубить усугубить слово такое интересное хорошее то есть нам надо нам надо устранить вот эту сухость так возможно в ответе в следующем ролике или как вам удобно с большим уважением и надеждой жду ответа я как раз кое-что там ответил и видать это это сообщение было удалено ладно значит смотрите что в этом случае надо сделать надо в первую очередь убрать сухость из организма для этого в первую очередь значит никаких чисток никаких клизм чтобы не раздражать вот это вот анус который болит то есть задний проходка в котором там геморрой и так далее надо щадящий к нему подойти а именно смягчить вот эту область смягчить вот этот сам анус и смягчить ампулу для этого вы стругивается вот такие вот вот такие вот свечи из сливочного масла обычно сливочное масло оно должно быть знаете такого полумягкая значит из него просто напросто ножичком так раз аккуратненько вырезали можно просто напросто такой грубо говоря брусочек вырезать вот такой больше не надо здесь немножечко как бы сказать заострить чтоб удобно было в ванну вставлять и два раза в день утром и вечером я вам объясняю врачи допустим не объясняют почему они делают операцию до операции все проблемы решает я же объясняю то есть консультает консультирую значит это как раз смягчит вот эту вот локальную область сам анус и ампулу уберет оттуда сухость и уже допустим стул будет формироваться более мягкий он не будет так высыхать убираем локальную сухость это примерно надо будет делать но в зависимости от ситуации я думаю где-то дня 4-5 постоянно а потом можно через день все это делать свечи одновременно с этим то есть мы убираем сухость только из ампулы прямой кишки и самой прямой кишки с помощью вот этих вот сливочных свечей далее у нас же весь организм обезвожен ткани окружающие и возраст у нас мне 50 лет ё-моё 50 лет мне бы 50 лет я в этот горцевал будь здорово используем ободняющие насыщающие водой процедуры это ванны значит ванны могут быть просто сидячие сил вода по пупок но вода должна быть довольно таки горячей не так уж чтоб слишком чтоб человек чувствовал прогрев а желательно ванна целиком по шейку вот тут смотрите парная особо не подойдет там вроде имеется прогрев но и есть и пот что тоже приводит как-то к обезвоживанию а вот именно должна быть ванна можно душ но душ не так будет то есть ванну залезли минут 15 а то 20 так сказать полежали потом можно прохладным души душиком примерно не более пяти секунд так себе ополоснули чтобы взбодриться ну по крайней мере по самочувствию вот сидите в ванне вам вам приятно вы прогреваетесь тут еще ничего не сказано что пишет вот это вот не на что возможно там и стала мерзнуть и как раз вот ванна приятно после того как вы приняли в ванночку ванны принимать каждый день после ванны все тело просто смазать оливковым маслом как правило когда организм сухой оливковое масло всасывается и вы чувствуете вот допустим с утра если вы приняли ванну и смазали тело оливковым маслом у вас все всосалось значит вечером тоже надо вот такое прогревание и опять-таки вот это такое как бы сказать массаж втирание оливкового масла а сделали чувствуете допустим сделали два-три дня масло всасывается от и до сделали а потом что масло не так всасывается как бы вы хотели вот а потом через день эти ванны применяете чувствуете масло уже похоже всасывается чтобы масляную ходите значит через два через три дня и вот так вот так вот так выйдете из этого состояния и причем довольно таки быстро выйдете значит тут что какое питание питание должно быть вот эти значит вот вроде бы свежевыжатые соки это хорошо это да витамины там энзимы там они же ферменты структурированная вода вроде бы да 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 но в нашем случае получается нет 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 особенно холодное время года овощи и фрукты охлаждают наш организм охлаждают и вроде бы мы с вами можем пить воду воду из этих она может знаете не столько как бы сказать нас питать вот водой нас ищет тканей она нас может даже подсушивать теплые чаи желательно из мягкой воды значит и спорышь и птичий горец немножечко метка там можно добавлять не то хорош иван чай вот смеси с этими никаких горечи ничего потому что горечь еще подсушивать никаких особо специи там имбиря и так далее тоже добавлять не надо они тоже подсушивают организм будут усугублять никаких раздражающих продуктов типа там горчицы соли вяленые рыбы там ну еще что-нибудь это там такого потому что это как раз будет вызывать еще обострение геморроя то есть кашки с топленым маслом на воде очень можно тушеные там капусточку потушили с морковочкой но не без того стаканчик морковного сока стаканчик морковного сока только выпили для того чтобы все там лучше заживлялась проросшую пшеничку добавляете допустим в первое блюдо особенно хорошо пойдут первое блюдо такой наваречный борщ харчо вроде бы несовместимы по понятиям натуропатии с как бы сказать естественным оздоровлением но мы сейчас говорим совсем о других вещах потому что то что вот как бы сказать натуропатия предлагает и обосновывает с одной стороны все это логично но практика показывает что есть еще нечто на что надо обращать внимание и на что вот как раз ниночка свои 50 с лишним лет не обратила внимание ее желание оздоровиться с помощью вот эти вот 42 дней и и смотрите такая прекрасная работа проделана 42 там и и печень она чистила кишечника она числа и видать она получила хороший результат и думать дай-ка я сейчас вообще как а мало жуся это как раз в августе до было лето все как положено и только хопа голод не просто а сухой дидим подсушил организм далее свежевыжатые соки и все это вот как я рассказал привело к тому что у нас вот такой вот стул стал вот дайте вот это как гельбики там выходят вместо того чтобы вот такого тут колбаса образно и вот это тот гельбик представьте себе разрывает анус и так далее тут подробности просто не пишет но я знаю и у меня такое там бывало ну как говорится плавали знаю вот и вся эта работа работа которая должна была в итоге привести там омоложение тати тити 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 привела к тому что надо к врачам они еще тебя оба трещину там расширили и так далее то есть я все сказал значит процедуры какие местные свечи далее общее прогревание в теплой воде питание какое должно быть желательно из всего еще из упражнений делать подтягивание ануса то есть так раз вот анус у вас и вы как будто знаете вот хочется вам в туалет а вы сдерживаете чтоб у вас не было особенно когда жидкая по нос надо сдержать так вот вы только сжали анус волевым усилим и раз потянули жали видите работает по 50 раз то есть там начинается кровообращение и более-менее начинается идти такие вот целительные заживляющие процессы вот это как раз прекрасный пример того как вроде бы правильное в кавычках оздоровление приводит таким последствиям и которые вот описаны вот да вот надо голодать вот сокотерапия это хорошо вот вот там все там не учитывая индивидуальную конституцию не учитывая там возраст не учитывая вот эти вот процессы они о них о них просто не знают и когда вот это вот приводит к таким вот результатам то люди становятся в тупик об этом никто не говорит об этом нигде не написано ну естественно только у меня светоча народной медицины здорового образа жизни то есть оперируем мы не просто натуропатии но мы еще оперируем другими более древними знаниями из аюрведы учение об индивидуальной конституции учение о жизненных принципах о том что на них влияет и что в результате получается и вот когда вот это вот все это слаживается то ты тогда более полно смотришь на весь этот процесс и начинаешь видеть ошибки выкладываем не нас ждет